Привет! С вами Толя, и сегодня я вам расскажу, как очаровывать своих учеников, применяя на уроках storytelling. Однажды на уроке английского в школе со мной случилось то, чего я никак не ожидал. Наш учитель оказался занят, и нам поставили на замену преподавателя географии. Мы были уверены, что нам дадут задания для самостоятельной работы, как это обычно бывает, и на этом все закончится. Но вместо этого учитель завел рассказ о том, как он ездил в Америку, и что понял из общения с иностранцами. Его история настолько нас поглотила, что мы просто завалили его вопросами. А потом с энтузиазмом принялись составлять предложение. А что было бы, если бы мы встретили иностранца, чтобы мы ему сказали? И сами того не подозревая, мы повторили целых два типа кондишнлс. Итак, в чем же секрет storytelling, и как его применять, чтобы уроки запоминались? На всю жизнь оставайтесь с нами, и вы все узнаете. Все новое – это хорошо забытое старое. По сути, storytelling – это часть нашей жизни, ведь мы рассказываем истории каждый день. Когда болтаем с друзьями и коллегами, когда делимся с близкими о том, как прошел наш день. Но как же использовать это на уроке? Вот три варианта, которые точно сработают. Первое – story reading. Задание по чтению проходит очень скучно. Погрузите своих учеников в атмосферу захватывающих и уютных историй у костра. Посадите их всех вокруг, включите подходящую фоновую музыку и начните читать им текст. Используйте жесты, мимику и разные голоса. И вместе сослушайте реветку. Что же будет дальше? Если вашим ученикам сложно сфокусироваться, придумайте особые условия. Например, хлопнуть, если вы скажете определенное слово. Второе – warm-up. When I was a student, I worked as a hostess. Host. Я так скажу, потому что это правда. I worked for 10 hours almost every day. I was always on my feet, greeting people and telling them where to go. That way, direction. I was exhausted. So, how did I feel again? Tired? Tired, yes, but very tired. Is it the same? Tired and very tired. Exhausted. Yes, that's right. Exhausted. Very tired. Вот таким необычным способом я ввел новое слово на уроке с помощью storytelling. Аналогичным способом можно начать урок, обозначить тему или задачу, а также за мотивировать учеников. Number three – storytelling от самих учеников. Если вы не в духе, чтобы быть рассказчиком, да и teacher talking time уже, передайте бразды storytelling вашим ученикам. Есть куча вариантов, как это сделать. Например, показать интригующую картинку или ее часть и задавать ученикам вопросы. What is going on here? Who is that? Who are those people? Старайтесь использовать те картинки, которые ваши ученики уже видели. Ну, например, кадры из фильма или фотография с какого-то события или мемы. Фэйпанем немножечко. Или еще один способ – дать ученикам начало истории. Может быть, там будут пропущены какие-то слова или картинки вместо слов. Ну, в общем, начало у них будет. А продолжить историю предложите им самим. Ну, или предыдущий вариант, но наоборот. Дайте не начало, а конец истории. И жили они долго и счастливо. И что-нибудь еще? Ваши идеи? Комментарии. Или возьмите уже готовую историю и попросите учеников изменить ее жанр. Детектив «Красная шапочка». Триллер «Колобок». Материала найдется бесконечно много, как и подходящих вариантов. Do's and Don'ts. Как известно, историю нужно уметь преподнести. Так, какой же рецепт у хорошего стори-теллинга? Итак, чтобы ваш рассказ выстрелил, следуйте нашим советам. Do's. Используйте средства выразительности. Рифмуйте и работайте с метафорами и ассоциациями. Ну, как в этом отрывке. He was on cloud nine and didn't wanna go down. Не забывайте иллюстрировать то, о чем вы рассказываете. Например, жестами, мимикой, фоновыми звуками. Да чем угодно. При этом используйте простые и понятные мимику и жесты. Испуг. Удивление. Недоверие. Все это наполнит вашу историю красками и при этом сделает ее лаконичнее. Не бойтесь делать длинные паузы, чтобы создать напряжение. When I proposed to her, she just looked at me and said yes. Thumbs up! True story. Don'ts. Не торопитесь, потому что спешкой вы не добьетесь внимания аудитории, и люди не смогут проникнуться в вашу историю. Уважайте своих слушателей, не рассказывайте в пол или поверх голов. Люди почувствуют, если вы будете немного не с ними. Старайтесь смотреть на своих слушателей. Не избегайте прямого контакта в глаза. И вообще не бойтесь смотреть в глаза никогда. Вопреки распространенному мнению, это лишь снимает стресс рассказчика, а не способствует ему. Персонализируйте рассказ. Добавьте шутки, которые будут хороши именно с вашими учениками. Можете даже упомянуть своих учеников в рассказе. Это определенно вызовет бурный восторг. Встретился как-то красной шапочке серый волк. А звали его, как тебя, Степа. Это вообще миф, что у серого волка в сказке не было имени. Благодаря этому приему все слушают очень внимательно, потому что всем хочется услышать что-то про себя. Что ж, инструктаж проведен, и настало время практики. Для подготовки к следующему уроку, выберите историю, которую вы очень любите. И используйте ее для warm-up. Кстати, в блоге Sky Teach есть статья Марии Цедрик про storytelling. И она нам очень помогла при создании этого ролика. Где найти этот блог? Ссылка в описании. Обязательно напишите в комментариях, пригодились ли вам наши советы. А также напишите про ваш опыт storytelling. Ну и конечно же, подписывайтесь на наш YouTube канал Sky Teach и ставьте колокольчик. Кстати, вы заходили в сообщество нашего канала? Там я не так давно рассказывал про то, какую книгу рекомендую, учитаем английского языка. А скоро расскажу другие секреты из личной практики. Обязательно подписывайтесь, ссылочка будет вот тут там, в углу экрана. Творческих успехов, захватывающих историй вам и вашим ученикам. До встречи. Социальные сети, социальные сети. Рассказывайте запоминающиеся истории на всю жизнь.